Я просто не боялся раньше, вся боюсь. Одно дело увидеть ядовитую змею на картинке, совсем другое – встретиться с ней в реальной жизни. Настоящий ужас испытали деревенские мальчишки, когда шли с одного берега деревни на другой. Прямо посреди моста невозмутимо лежала гадюка. Неожиданную встречу они записали на видео и показали родным. Те, конечно, были неприятно удивлены. Я смотрю, я их вообще боюсь. Я взяла телефон, так смотрю, ага, смотрю, змея. Ну, он мне там открыл, я стала смотреть. Жутко неприятно, вот они там. Я боюсь, поэтому я ни разу вот так вот, чтобы его так видеть, я не видела. А сама их вообще боюсь. Чаще всего гадюк ловят местные пастухи. Говорят, в этом году змей в окрестностях деревни действительно больше, чем обычно. Они вот на горе, там вот, на горе они, видимо, оттуда сюда спускаются, ведь что. Вот прямо на мосту бывает, что ловят, то убивают, то выкинут. Как рассказывают люди, ядовитые змеи начали подползать даже к домам. Один из жителей Малой Урина, гадюк у себя во дворе, натыкался уже целых четыре раза. Он говорит, стой. Я думал, может, пчелы там сидят или еще что. Он говорит, вот, опять лежит. Кто лежит, смотрю, змея, ну, натыкают. Гадюка хорошая. Гадюка – змея ядовитая. Ее укус может вызвать нарушение работы сердца и отек, поэтому пытаться ее поймать самостоятельно крайне опасно. В таких случаях специалисты советуют звонить в 112. Диспетчеры отправят на помощь тех, кто отломом ползучих гадов занимается профессионально. А если в районе такие не найдутся, на место приедут спасатели. Денис Шабуров, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал.